Всем большой привет и добро пожаловать на наш канал Просто Рецепт. Сегодня приготовим с вами нежные кабачковые блинчики с начинкой. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для самих блинчиков мне понадобится 300 миллилитров молока, 200 грамм пшеничной муки высшего сорта, 2 столовые ложки растительного масла, 2 куриных яйца, 1,5 столовые ложки сахарного песка, 1 треть чайной ложки соли, чайная ложка без горки разрыхлителя, немного нарезанной зелени, у меня здесь петрушка и 200 грамм уже натертого и отжатого кабачка. В миску наливаю молоко, добавляю яйца, соль, сахар, все перемешиваю венчиком. Добавляю кабачок, все снова перемешиваю, зелень и муку. В конце добавляю разрыхлитель и все вместе тщательно перемешиваю. Наливаю растительное масло, снова хорошо перемешиваю и небольшим количеством воды, разбавляю тесто до нужной мне консистенции. Количество воды всегда бывает разное, это зависит от влажности кабачков и от размера яиц. У меня ушло примерно 100-110 миллилитров воды. Вот такой консистенции тесто должно получиться, оно должно быть льющееся, не густое. Все, осталось пожарить блинчики. Сковороду хорошо разогреваю, я буду делать большие блинчики. Совсем немножко смазываю сковороду растительным маслом, наливаю тесто и распределяю. Жарю как обычные блинчики с двух сторон до золотистого цвета. Готовые блинчики снимаю на тарелку, снова слегка смазываю маслом, наливаю тесто и распределяю. Вот такой первый блинчик у меня получился, они очень легко и просто сжарятся, хорошо снимаются со сковородки, очень мягенькие и очень-очень вкусные. И так жарю все блинчики. Блинчики у меня готовы, все я пожарила и мне осталось приготовить начинку. Сковороду хорошо разогрела, добавила немного растительного масла, выкладываю мелко нарезанный средний лук. Лук обжариваю до золотистого цвета. Добавляю 400 грамм куриного фарша, все вместе обжариваю. И во время приготовления солю и перчу по вкусу. В конце уже добавляю 2 столовые ложки сливочного творожного сыра. Все вместе перемешиваю. И моя начинка готова. Блины разрезаю пополам. Беру одну половинку, краешек слегка загибаю. На один конец выкладываю начинку. Закрываю. И формую треугольничек вот таким способом. Свободный край убираю в кармашек. И получается такой треугольничек с начинкой. Все то же самое делаю с остальными блинчиками. Вот столько блинчиков у меня получилось. Перед самой подачей я их обжариваю на смеси растительного и сливочного масла. И вот что в итоге у меня получилось. И вот такие нежные, сочные кабачковые блинчики с начинкой у меня получились. Они очень-очень вкусные, сытные и с красивой необычной формовкой. Очень уж она мне понравилась, поэтому я рекомендую вам попробовать приготовить так блинчики. Их можно приготовить совершенно разной несладкой начинкой. Или просто без начинки, потому что сами блинчики очень-очень вкусные. Попробуйте вы приготовить такие кабачковые блинчики. Порадуйте себя и свою семью. Самое главное, готовьтесь с любовью и удовольствием. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы как всегда найдете на Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok